всем привет добро пожаловать и давайте начнем стрим сегодня мы с вами продолжаем мир reincarnation вчера мы закончили шестую главу которая была очень интересной с интересной концовкой и давайте посмотрим что будет дальше потому что нас после концовки 6 главы выбросили в главное меню игры погнали и и Я сделал ее снова человеком. Четыре месяца назад. Здравствуй, проводник. Да-да, мой добрый господинчик, могу помочь. Куда мы отправляемся сегодня? Пожалуйста, пройдите по этому пути, господин Левания. Итак, как вы видите, мы играем, собственно, за этого монстра и с нами новый персонаж. Так, и что же сейчас будет? Учитывая, что событие происходит четыре месяца назад, нам покажет как раз-таки знакомство с этой девочкой и весь путь до момента, когда монстр взял форму девочки. Облик девочки. Ну, посмотрим. Ага, а вот я, наверное. Ты монстр. Какая наглость. Я хочу, чтобы вы знали, что господин Левания спустился в этот мир из... Нет, у меня опять снится страшный сон. Именно таким образом я и встретился с девушкой в белом. Я никак не мог понять, было ли это простым совпадением или запланированной неизбежностью. Да меня это и не интересовало. Я ищу человеческие грезы. Я ем их и сам становлюсь человеком. Этот инстинкт. Все, что движет мною. Девочка плачет о том, что каждую ночь ее мучают кошмары. И говорила, что хочет, чтобы я съел ее грезы. Тогда у меня была только одна мысль. Превосходно. Я буду использовать ее по назначению. Или я ей воспользуюсь по полной. Так ты будешь пожирать грезы этой девочки. И тогда ты станешь человеком. Как великолепно. Ой, уже почти утро. Меня зовут Пио, кстати. Ну, увидимся завтра, господин монстр. Как удачно, что вы нашли человека, готова предоставить свои грезы. Действительно. Думаю, дальше все будет очень занятно. О, да. Ну, что ж, вот теперь понятно, как это работает. Ну. Немного понятнее стало. Да ладно. Диск D ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 063 U RV 12 08 Неизвестный На следующий день Первая ночь. Увидающий багринец. Кажется, в этом мире сейчас ночь. Дремлющая юная госпожа скоро придет. Ну что ж, тогда. Вот. Добро пожаловать в клетку, юная госпожа. Этот мир, связанный с твоими грезами. Это место называется клетка? Совершенно верно. Воу, господин монстр, вы вернулись? Вы ведь съешьте мои грезы, как и обещали, верно? Так, окей, у нас тут новый день, поэтому бонусы... А, ну, смотрите, мама, все, ушла. С этого экрана. Ну, а теперь, если вы оба позволите, пожалуйста, продолжим идти вперед. Ну, погнали. Привет, привет, всем добро пожаловать. Подумай только, мы так быстро нашли клиента, и интересы совпали с нашими собственными. Прекрасный результат для всех заинтересованных сторон, я читаю. Я объясню все, что вам нужно знать, пока мы будем идти. Чем быстрее начнем, тем лучше. Вперед! Здесь намного лучше, чем в том месте, где меня держали у заперти. О, да, лифт у нас действительно есть. Все современные удобства. Ты слишком много говоришь. А что это? Черное пугало. Хотя я не уверен, что первым дал имя. Им такое прозвище. Ну, учитывая все, что мы сейчас видели, да, скорее он проводник. А, не почтальон. Это пугало. Это мой страшный сон. Не совсем, хотя во многих отношениях они похожи. Господин монстр, позаботься о моих грезах. Я так и сделаю. Но только потому, что я хочу этого. Войти в историю. Погнали. Тюрьма 4-6. Короче, да. Торговый центр. Обычное зрелище. Семья. Обычное зрелище. Несмотря на кажущиеся обыденность, это действительно самый счастливый и редкий день. Благодаря подарку рутины супруги наслаждаются своей обычной жизнью. Так. Давай, сынок. Выбери себе подарок на день рождения. Ну, какого робота возьмем? Давайте вот это. Да, вот этот. Транзакции завершены. Хорошего дня. Спасибо, мама. Спасибо, папа. Эй, не надо бежать. Ах, он никогда не научится. Земля начинает дрожать, когда снаружи торгового центра раздаются крики. Что это? А, сынок, ты где? Там, готовая напасть на их ребенка, находится то, что кажется огромным цветком. Оу. Какие знакомые цветы. Так, ладно. Но мы в опенинге там слышали что-то про цветы. Блин, а он живучий. И мне тут дали дефолтного персонажа еще. Ну, астер, да вот, посмотри сейчас. Астер, да вот, посмотри сейчас. Так, все готово. Нет, очнись, очнись. Кто-нибудь, вызовите скорую. Кошмар, который повторяется снова и снова и приводит к реальности отчаяния. Так. Тут больше ничего нету. В то время ушло. Глаза его жены, пусклые, как лужицы. Полные смирения, страдания и потерь. Но они поклялись отомстить цветам. Это единственное, что заставляет его двигаться вперед. Вот. Ум. Ум. Так, отлично, мы получили Ружие Чтобы съесть грезы девочки Мы должны сначала восстановить эти воспоминания Которые, как оказалось, являются первоначальными формами ее грез Как только мы найдем такие вот темные пугалы Мы должны немедленно приступить к их восстановлению Так, ну Все как и было до этого О чем был мой сон? Я боюсь, что это была ужасная история о цветочных монстрах, которые убивают людей Но бояться нечего Когда вы проснетесь, вы ничего не будете помнить об этих ужасных видениях Так, и... Обязательная битва Боже, что это такое? Обязательная битва Ну и если в случае девочки мы поднимались снизу вверх То вот в случае с монстром сейчас Мы как раз таки спускаемся вниз И там, собственно, придем к тому, что мы видели Что это? ну и зир не вряд ли тут что-то другое вот что-то другое ну да нам показывают события до тех событий что мы видели в первых шесть глав предыстория темные враги торгуюсь в клетку мы не можем допустить чтобы они влияли на грезы поэтому нам нужно их убрать я понял и опять обязательно ну собственно да как бы всего в главе 10 событий из которых 4 это битвы с сюжетом который мы видели а все остальное обязательно вот эти битвы то что он был в первых шесть и в первых шесть и Блин, вот эти мелкие черные существа мне что-то напоминают. А, вспомнил, что существо из человека-бензопилы, которая там с бензопилой посередине, только тут без. Вот на что они похожи. Так, и следующий сегмент. Мои грезы всегда такие страшные, я не знаю людей, что находится в них, но все они пострадали или погибли. Ммм, да, похоже вы человек, особенно подходящий для этого мира. Возможно эти воспоминания из разных уголков пространства и времени кажутся вам грезами. Я почти ничего не понимаю, но ладно. Хм, окей. Атмосфера, конечно, в этой локации очень тленная. И выглядит все, конечно, тоже. Итак, следующая история. Доброго пути, господин монстр. Все-таки трача это именно доброго пути скорее. Ну или как-то так. Так, окей. Тут мы можем уже использовать свою пати, это хорошо. Так, не уверен, что эти цифры можно как-то расшифровать. Регистрационный кодос F311 до J821. Явитесь в зал питания на восьмом этаже, чтобы подкрепиться. Объявление приходит каждый день в одно и то же время. Оно повещает тех, кто в белом, о том, что пришло время принять пищу. Как всегда, мужчина послушно направляется в зал для кормления. Белый цвет обозначает его и всех остальных, кто его носит, как людей без свободы. Правила должны соблюдаться. Х-8-0-1. Вы показываетесь, какая ошибка. Идите сюда. Нет, нет! В тот момент, когда женщина пыталась убежать, оттенок ее глаз меняется от беспокойства до безумия. Хм. Хм. Что это за тюрьма? Хотя тут насчет всего можно сказать, что есть какие-то мысли, но ничего конкретного, к сожалению, нет. Потому что непонятно до конца. Нет! Мой разум! H8-01. Пройдите в техническое помещение. Понял. Действия и мысли заключенных в белом не находятся под их контролем. У вас нет свободы. Помните об этом всегда. А теперь приготовьтесь к следующей битве. Окей, все нормально. Тревога! Тревога! Цветы были замечены в зоне AL-18. Заключенность с кодами от A до H идти в комнату перемещения. Тревога! По объекту раздается сигнал тревоги, возвещающая о появлении цветов. Те же самые существа, которые убили их сына и разлучили некогда счастливую семью. Они представляют собой самую серьезную угрозу, которую когда-либо знал мир. Заключение закручения. Окей. Так, слушайте, ну... Стало интереснее вот эти... вот эта история. Именно место, где она происходит. Так. Отлично. похоже что воспоминания сохраненные в этих пугалах лежат миру люди в котором не имеют свободы как ужасно душно мир без свободы значит у мира есть ошейник как у меня да нет не обязательно чтобы у него был ошейник так и как обычно обязательная битва ну язер я это уже не помню надо перепройти автомату и освежить память а ч хадакар моно к Идем? А, Изер, ты про это? Понятно. Ну, с первым Дракенгардом, да, все сложно. Как, как я уже говорил не один раз, я боюсь, что первый Дракенгард ремейк очень сложно получит в наше время. А с оригиналом проблемы у меня пройти его, именно оригинальная японская версия. Ну, может быть, когда-нибудь... Если позволите спросить, юная госпожа, почему вы носите этот ошейник? И она не ответила. Так, где Легиона. Ну, вот как раз-таки думаю, что... Эти события, которые мы наблюдаем за эту семью, происходят примерно в то время. После концовки, собственно, Дракенгарда первого, тогда началось все. Астера в современном мире, в Токио и так далее. Ну, точнее, именно эти события не в Токио, они, скорее всего, где-то в другой точке мира происходят. Там через пару сотен лет примерно. Когда они немного развились и начали бороться с ними. Я ношу ошейник, потому что так велит закон. Да, ну, я полагаю, что у вас есть свои причины. Хотя, опять же, если так посмотреть на некоторые другие события, нет, это не совсем соответствует все-таки. Эх, хотелось бы, чтобы у меня были счастливые грезы. Может быть, что-то о милой одежде и красивых украшениях. Или о тортиках, которые никогда не кончаются. Или мамина рагу. Пусть грезы будут любыми, лишь бы я их съел. Редактор субтитров А.Семкин Ну, а сторону, кстати, да. Ой, нет. Тупик. И что же нам делать? Почему ты такой самодовольный? Это что-то варп, да? Это будет вероятность, да? На самом деле это была точка перемещения. Умно, не так ли? Воу, это было безумно. Она удивилась. В каком удобном мире мы живем, не правда ли? О, да. Нет, вот именно, все-таки не соответствует. Это скорее уже намного позже. В общем, ладно, посмотрим. Потому что вроде есть какие-то мысли, но потом вспоминаются другие события. Такое, нет, не подходит. А, смотрите, наконец-то пугало номер три. Субтитры создавал DimaTorzok Заключенных перевозят в тесных душных контейнерах, как будто они, лишь груз. Угроза цветка заставляет правительство призывать гражданские лица в солдаты. Мужчина и его жена не являются исключением из этого правила. Скорее, цветов. Цель была обнаружена впереди. Несколько целей были подтверждены. Заключенные набрасываются на огромные цветы, намерясь уничтожить их. Еще один день, еще одна битва. Обычное зрелище. Но в этот раз они обнаружили Более большого и зловещего цветка, чем что-либо другое, что они видели до сих пор. Более больших призывов, еще одна битва. Получается, медленно. Так, сначала валим мелочь первые две волны, а вот и цветок. Девушки отдыхают. Каждопотеряны, на помощь приходят их союзники. Они даже не могут поблагодарить их поименно, ведь их знают только по буквам и цифрам. Но каким-то образом они испытывают больше чувства солидарности, чем когда были свободны. Или так они думали. Спасибо всем. Так, ребята, у меня все хорошо. Это именно у Гудгейма проблема видна. Ребята, на Твиче как там? Все нормально? Молодцы. Хотя мне интересно, что случилось с теми заключенными? Кто-то снова пострадал? Не стоит слишком беспокоиться об этом, юная госпожа. Ну, не стоит забывать, конечно, еще про... Аккорды ее подобных этих наблюдателей, или как их там звали. Хотя про них как бы нам малоизвестно, но тем не менее. Может быть, как раз в этой игре мы узнаем побольше про них. Очень хочется надеяться. Мендуксов. Ну, ребят, тут без бутылки не разобраться так легко. Ну, мы же не ищем коротких путей, так что... Будем идти вперед, потихоньку, и пытаться разбираться. Если что, я про бутылку сока. Само собой. Восстановление памяти проходит довольно гладко. Вы не находите? Я устал. Это место слишком большое. Мизер, не, я больше про... По ананасовым. Виноград мне не очень по душе. Виноград мне не очень по душе. Я не один, значит, это отлично. И так, с этой битвой все, следующее, следующее восстановление будет последним на сегодня, так что давайте наберем обороты. Да, или прибавим темпы. Однако, я должен сказать, что я никогда не встречал человека, который воспринимал бы воспоминания об оружии как грезы. Значит, я странная. Конечно, нет. Вы очень ценный, Абра, в смысле клиент. Да, именно так. Клиент. Мы верим. Каково это? Поедать грезы, господин монстр? Они вкусные? Мне очень жаль, если это не так. Вкус не имеет значения. Мы у финишной прямой. Пойдем. Удачи, господин монстр. Пойдем. Субтитры делал DimaTorzok Их товарищи-заключенные застыли на месте, словно люди, каким-то образом оказавшиеся вне времени Мужчина и его жена смотрят на происходящее, отчаянно пытаясь понять смысл И внезапно заключенные начали маршировать Их шаги звучали идеально, синхронно Какого? И мужчина и его жена стали свидетелями необычного зрелища Что они делают? Не говоря ни слова, заключенные начали бросаться вглубь, вниз Что такое? Почему вы двое не выполняете приказы? Еще больше ошибок, утилизировать их Какого? Эх, как будто бы не ясно Если ты не ошибкаешься, то и других Ну, точнее, что ты не помнишь Победа, я что-то не помню О, крик, я что-то не помню Их шаги О, крик, я с ним убежал Мужчина и его жена не могут сравниться со своими собратьями. Хотели бы вы услышать секрет, прежде чем умереть? Офицер начал рассказывать им о стратегии, которые они используют в борьбе с цветами. Нет, точнее, будет сказать, эксперимент — гораздо более уместное слово в данном случае. Данные боёв, заключённых с цветами, записываются и анализируются. Любой, кто обнаруживает недостатки или проявляет чувство собственного достоинства, определяется как дефектное существо, после чего утилизируется организацией. Беги, моя любовь! Ээээ... Всё? Ладно. Когда мужчина проснулся, он видит своих товарищей, заключённых. Он единственный выживший. Это непростительно. 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 В глубине земли мужчина издаёт рёв от боли. Как всегда, вы думали, что они занимаются чем-то хорошим? Ну... Как всегда, вы думали, что они занимаются чем-то хорошим? Подумать только, он не только потерял своего ребёнка, но и жену. Такую печаль невозможно описать словами. Но, в любом случае, на этом мы заканчиваем сегодняшнее восстановление воспоминаний. А теперь момент, которого вы так долго ждали. Время грёз. Ну же, съешь кошмары, пока наша юная госпожа не проснулась. Продолжение следует... Если вы хотите стать человеком, то вам придётся съесть ещё очень много грёз. Ну что ж, почти настало время нашей юной госпожи проснуться. Мне было очень весело сегодня. Увидимся завтра, господин монстр. Ну что ж, тогда пошли в путь. Это тупик. Правда, посмотрите туда. Нет. Посмотрите туда. Будьте добры. Ну, тут всё-таки, будьте добры, будьте добры и посмотрите туда. Я сразу... Нет. Сразу после вас. Так, отлично. Мы закончили главу, так что давайте сделаем перерыв и продолжение следует.